Сегодня мы продолжаем знакомство языком программирования C++. Рассмотрим операторы операции языка программирования, используемые при реализации разветвляющегося алгоритма. То есть познакомимся с инструкцией IF поподробнее и с инструкцией SWITCH. Мы сказали на прошлом занятии, что среди операций языка C++ есть одна унарная операция. Это условная операция. Напомню, как она работает. Проверяется условие, ставится вопросительный знак, если условие истинно срабатывает оперант, который следует непосредственно после вопросительного знака. Иначе, если наше условие не истинно, срабатывает оперант, стоящий после двоеточия. То есть два операнда между собой разделяются двоеточием, а условие от операндов разделяется вопросительным знаком. Пример. Дано число. Нужно проверить, является это число положительным или отрицательным. Что мы сделали? Мы описали целое число. Пинт А. Ввели это число. Проверяем. А больше нуля? Если да, тут получаем ответ, то выводится сообщение положительное число. Иначе, через двоеточие, выводится отрицательное число. Ввела число 15. Он проверил 15 больше нуля, да, и вывел ответ положительное число. В языке C++ существует два оператора. Это оператор IF и оператор SWITCH, которые позволяют выполнить разные блоки операторов в зависимости от того, выполняется ли нет это условие или нет. То есть операторы, которые позволяют реализовывать разветвляющиеся алгоритмы. Условно оператор IF имеет две формы. Это неполная форма и полная форма записи. В принципе, с этим мы уже знакомы, но разберем на примере. Неполная форма записи, если в скобочках ставятся условия, и если это условие истина, то выполняется некоторый блок операторов. Если условие ложь, то ничего не выполняется. Условно оператор пропускает свою работу. Например, дано число, проверить, это число положено или нет. Целое число IND A. Вывожу комментарии A равно. Все, что в кавычках выводится без изменений, вы это знаете. Вот оно мне на экране вышло A равно. Дальше ввожу число, конкретное целое. Вот ввела 152. Проверяет, есть ли A. Вот тут обратите внимание. У меня нет условия не равно нулю или равно нулю. Я просто поставила. Есть ли A. Такая запись вполне уместна, так как мы знаем, что все, в частности все пласт-пласт, любое число принимается как true, и только ноль принимается как false. Получается, есть ли число, то есть есть ли true, то вывести сообщение. Введенное число не равно нулю. Я ввела число не равно нулю, и у меня вышел ответ. Введенное число не равно нулю. Вот тут еще обратите внимание на вот эту команду ZLocal. L-S-O-Russian в предыдущем примере не показала. Вот с помощью этой команды мы подключаем русский алфавит. То есть все, что мы выводим на экране на русском языке, оно у нас выводится на экране без изменений. Не кириллица, вернее, не какие-то символы, а именно кириллицей, понятным текстом. И здесь еще разок. Можно ставить буквально равно, не равно нулю, а можно поставить, есть ли истина. False, при логических false, и любые числа, не равно нулю, у нас будет true. Дальше. Полная форма условного оператора. If, условия, опять в скобках. Если это условия истина, блок операторов, точка запятой. Else, иначе, если то есть условия ложна, блок операторов 2. Например, дан треугольник со сторонами ABC, определить вид треугольника. То есть определить, равносторонний он, равнобедренный, или же разносторонний. Что мы делаем? Описываем три перемены, три стороны треугольника, вводим значения этих сторон, и дальше проверяем, если первая сторона равна второй, и первая равна третьей, то выводим сообщение равносторонние. Вторую сторону с третьей стороной проверять необязательно, так как первая равна и второй, и третьей. Вот здесь обратите внимание на и. В C++ логическая связка and, которая истинна, если оба аргумента истинны, описывается вот такими двумя знаками отперсанда. Иначе, если А равно Б, или А равно С, или Б равно С, то треугольник равнобедренный. Здесь логическая связка или обозначена двумя вертикальными линиями. Или истина у нас в том случае, если истина хотя бы один из аргументов. Иначе вывести разносторонние. Например, ввожу А, Б, С, числа 7, 7, 7. Проверяет, есть ли 7 равно 7. Да, первое второе равно. И первое равно третьему. Первое равно третьему. Да, выводит сообщение равностороннее. Дальше ничего не срабатывает, возвращается к концу программы. Реторм. Второй прогон. Ввожу числа. Первое равно второму. Нет, не равно. Дальше он уже не будет проверять, потому что уже тут стоит end, а первое ложь. Переходит на иначе. То есть вот это условие не выполнилось. Иначе проверяет. Первое равно второму. Нет. Но тут стоит или, поэтому будет идти дальше проверка. Первое равно третьему. Да, 7 равно 7. Выводит сообщение равнобедренное. Первое равно третьему. Выводит сообщение равнобедренное. Здесь у нас два оператора. Оператор ввода данных и один оператор if. Просто этот оператор if в своей ветке else, иначе, вот в этом блоке, где операторы два стоят, в своем блоке, содержит еще один оператор if полной формы. И в Телзе. Этот же пример. Найти, определить вид треугольника со сторонами А, Б, С. Рассмотрим здесь работу этой программы. Эта программа отличается от предыдущей, так как здесь требуется определить у равнобедренного треугольника, какие стороны равны. Не просто ответ равнобедренный или нет. Что мы сделали? Вот проверка на равносторонний треугольник, у нас осталось здесь изменение. Если А равно Б и А равно С, тогда равнобедренный. Иначе, если. Тут я уже не могу поставить или, 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 так как нужно конкретные стороны узнать. Проверяю первую и вторую сторону. Если равны, вывожу сообщение равнобедренные со сторонами А и Б. Если первая и вторая стороны не равны, то есть А и Б не равны, идет следующая проверка. Если А равно С, то есть проверяется первая и третья стороны. Если это условие выполняется, то выводится сообщение равнобедренно со сторонами А и С. Иначе, если и первое неправильное, и второе условие неправильное, проверяется последнее условие. Б равно С, если да, то говорит равнобедренно со сторонами Б и С. Если ни одно из них не выполняется, то выводится разносторонний. Вот здесь тоже у меня всего лишь два оператора внешнего уровня, верхнего уровня. Оператор ввода и оператор IF ELSA. Но здесь ELSA содержит IF, который, ветка ELSA содержит обратно IF. У этого IF ветка ELSA опять содержит IF ELSA. Полную форму. То есть в этом примере у всех веток разветвления ELSA содержит оператор IF полной формы. Как он срабатывает? Ввожу числа 5, 6, 6. Равны? Нет. Уже на первом шаге 5 не равно 6, дальше не проверяется. 5 равно 6? Нет. Идет на иначе. 5 равно 6? Нет. Идет на иначе. 6 равно 6? Да. Выводит текст равнобедренно со сторонами Б и С. Переходит на новую строчку, ENTEL. И завершает работу, возвращается в ресурс. Разберем условный оператор еще на одном примере. Пусть даны 4 числа, А, Б, С, Д. Найти наибольший среди этих чисел. Как он работает? Ввожу 4 числа А, Б, С, Д. Проверяю, есть ли А больше Б. Есть ли истины. То есть здесь я могу уже Б не сравнивать с другими числами. Б могу вообще откинуть. В любом случае, А больше, чем Б. Выводит сообщение сравнить А с другими числами. Вот оно идет. 7 больше 6? Да. 6 уже не рассматриваем. И он говорит сравнить А с другими числами. Сравниваем. А больше С? Если да, то уже С не рассматриваем. Оно нам не нужно. А все равно больше. Он скажет сравнить А и Д. Но такого варианта у меня здесь на примере на экране нет. Пойдем дальше. Сравнивается А и Д. Если А больше Д, то выводится максимальное А. Если нет, вот это если относится к этому, выводится максимальное Д. Если же А оказалось больше Б, но А не больше С, вот эта Элза относится к этой ветке. Проверяет. Тут я Б выкинула. Тут я, получается, выкидываю А, так как А не больше С. Значит, я справниваю С и Д. И спрашиваю, если С больше Д, вывести максимум С, равное С. Иначе максимум Д, равное Д. То есть вот это иначе относится к этому И в сравнении С и Д. Вот здесь вот оно идет. Максимум. Так как у меня 7 и 15, максимальное 15, то он выводит максимум С. Дальше. Если же на самом первом шаге, на первой проверке, вот когда я сравнивала А и Б, А оказалось не больше, а меньше, то я выкидываю А и сравниваю Б с другими числами. То есть срабатывает ветка вот эта иначе. Сравнить Б с другими числами. Вот пример. Сравнить Б с другими числами. Да, то есть восьмерку буду сравнивать с остальными числами. Дальше. Если Б больше С, то есть С можно выкинуть и сравнить Б и Д. Выходит в текст сравнить Б и Д. Дальше. Если Б больше Д, то максимум Д, иначе максимум… Вернее, максимум Б, иначе максимум Д. Вернее, в нашем примере 5, 8, 5 выкинуло, сообщение выходит сравнить Б с другими числами. 8, 4, 4 выкинуло, говорит сравнить Б и Д, потом сравнивает Б и Д и говорит максимум В. Вот здесь тоже следует обратить внимание на то, что вот эта Элза относится к этому if, то есть B больше С, но B не больше D. А вот эта Элза относится к этому if, то есть когда B меньше, чем С. Вернее, здесь пример на первый взгляд сложный, визуально его понять трудно, придется приложить немалые усилия для того, чтобы вникнуть в суть алгоритма. Но плюс этого метода в чем? Если условие истинно, то работает только вот эта часть. Вот эту часть вообще компилятор рассматривать не будет. Если же условие ложь, то, наоборот, он вот эту часть рассматривать не будет и сразу переходит к этой части. То есть компилятор частично выкидывает ненужную для его работы часть. Рассмотрим следующий пример. Эта же задача, но решена немножко по-другому. Ввела те же 4 числа и проверяю. Если А больше B и А больше С и А больше D, тогда максимум А. И если B больше А, B больше С и B больше D, максимум В и так далее. Эта форма запись лаконичная, понятная. Сходу можно понять, что мы делаем. Но здесь минус заключается в следующем. Если срабатывает первое IF, то есть все условия истинные, выходит текст MAX A, выводится A, то есть практически мы свою задачу решили, но компилятор будет сравнивать и второе условие, и третье условие, и четвертое условие. Будет 10 условий, будут 10 растравнивать. То есть, понятно для пользователя, наглядно, но логики в этом нет. Мы выполняем лишнюю работу. Вообще, эту задачу можно решить несколькими способами. Можно придумать другие алгоритмы. Поэтому, какой алгоритм вы будете реализовать на практике, будет зависеть от того, какова задача, и от того, насколько вы хотите правильно использовать возможности компилятора, или же насколько вы хотите наглядность использовать на экране. От ваших предпочтений. Если в предыдущей задаче нам нужно было бы найти максимальное не из 4 чисел, например, из 10, то было бы очень трудно рассматривать вариант решения задачи, где IF, внутри IF, внутри IF и так далее. То есть сложность была бы большая. Для таких случаев использует оператор-переключатель, оператор-свич. Этот оператор тоже помогает реализовывать разъцепляющиеся алгоритмы. Он также бывает двух видов – полной формы и не полной формы. Как он работает? Служебное слово «свич» в круглых скобках выражения. После выражения ставится фигурная скобка, которая означает «начало свич», и завершается фигурная скобка, которая означает «конец блока свич». Внутри этого блока служебное слово «кейс», конкретное значение, здесь какое-то число, через двоеточие, оператор-один, который срабатывает в том случае, если вот это значение совпадает с нашим условным выражением. Брик. Кейс-два, операторы-два, брик. И так далее. Если ни один из этих блоков не срабатывает, то срабатывает defile, иначе. Если вот этой строчки нет, то считается это неполная форма. То есть оператор-переключатель вообще не сработает. Давайте разберем на примере, чтобы было понятнее. По тому, пользователь вводит курс, на котором он обучается, первый, второй, третий, четвертый, и в зависимости от того, какой курс он ввел, программа помогает ему выбрать курс обучения. Например, вот тут вводится число А, какое-то число, вот это уже компилятор будет понимать не как А, а как значение конкретно, и это значение он сравнивает. Если единичка, то есть студент первого курса, ему предлагают выбрать базовый курс программирования. Если двойка, предлагает выбрать визуальное программирование. Если три, выберите курс баз данных, если четыре, выберите любой курс специализации, иначе вы не наш студент. То есть не один, два, три, четыре, значит он не студент. Как срабатывает данная программа? Вообще оператор-свыч срабатывает от того момента, как вот нашел истинный вариант, до первого брик. Если брика не будет, то он сработает до конца, до фигурного стопа. Например, ввожу некоторый курс четыре, вот здесь я ввела четыре, он просмотрит свитч четыре. Один равно четырем? Нет. Равно четырем? Нет. Равно четырем? Нет. Да, равно. На экране выведет, выберите любой курс специализации, брик, остановка. Если бы я ввела первый курс, он бы выбрал один равно одному, да, выберите базовый курс программирования, брик, то есть остановилась на этом месте, и дальше бы просто не проверялась. То это же оператор, но немножко с другим примером. Также ввожу курс, на котором обучаются студенты. Выбирается, если первый курс пусто, если второй курс пусто, если третий курс пусто, а вот если четвертый курс, он говорит, вы студент нашего вуза, брик. Иначе, если он вводит не один, не два, не три, не четыре, он говорит, вы не наш студент. Особенность какая здесь? Здесь первые три варианта выбора, они пустые. И если вы выберете любой из них, оператор сработает до первого брик, либо до конца свитч. Вот я ввела, на каком курсе вы обучаетесь? Один. Один, ничего нет, дальше ничего нет, ничего нет. Но есть сообщение, вы студент нашего вуза, брик. Значит, он выводит текст, вы студент нашего вуза. Остановил свитч и вышел за фигурные скобки. Еще один пример на этот оператор. Тот же пример. Вводится курс, на котором обучается студент. Здесь ввела, если один сообщение, вы первокурсник из нашего вуза, но здесь нету брик, я не остановила. Дальше. Два пусто, три пусто, четыре. Вы студент нашего вуза, брик. Иначе вы не наш студент. На каком курсе вы обучаетесь? На первом. То есть один равно тому, что я ввела. Он выводит сообщение, вы первокурсник из нашего вуза. Но так как здесь нету брик, он срабатывает, вы студент нашего вуза. Тут встретился брик и остановил оператор выбора. Итак, сегодня мы с вами еще разок рассмотрели реализацию разветвляющегося алгоритма. Для того, чтобы реализовать разветвляющийся алгоритм, нам обязательно нужно правильно построить условия. Условия могут быть простые, в которых используются проверки на равенство, неравенство, меньше, больше, меньше, равно, больше, равно. И сложные. Сложные составляются с помощью простых условий и связок. Отрицание нот. В программе пишется восклицательным знаком. Энт и два амперсанда. Или логическое сложение две вертикальные линии. Нот. Если аргумент истинный, то нот истинный будет ложь. Если аргумент ложь, то нот ложь будет истинным. Энт будет истинным только тогда, когда ом аргументы истинны. Ор будет истинным тогда, когда хотя бы один аргумент истинный. Энт и ор – бинарная операция, то есть два аргумента. Нот – унарная операция, то есть один аргумент. И нужно иметь в виду, что все условия, все записываются в скобках. Для реализации ветвления используется одна операция условная. Тут условия, вопросительный знак. Оперант, если истина, двоеточие, оперант, если ложь. И два оператора if и switch полной и неполной формы. If полная форма, if условия оператора, если истина, else оператора, если ложь. Неполная форма, if условия, если истина, если ложь, ничего не выполнится. Оператор переключатель, называют оператор выбора иногда, switch, также бывает полная и неполная форма. У полной формы есть дефаут. На экране вы видите вопросы для закрепления, на которые нужно ответить. Ну и список рекомендуемой литературы. На следующем занятии продолжим знакомство с операторами языка.